Иудеи Иисус отвечал Иисус сказал Иисус сказал им Сегодняшнее Евангелие начинается с возвещения одной весьма важной истины, которая фактически отличает христианство от прочих религий. Господь Иисус Христос в беседе с иудеями говорит Сын Божий приходит в этот мир не для того, чтобы даровать нам какие-то материальные ценности. Он приходит вовсе не за тем, чтобы сделать своих последователей самым могущественным и влиятельным народом на земле. Бог становится человеком, дабы победить в человеке то, что вкралось в человеческую природу в результате грехопадения и отступления человека от Бога. Он приходит для того, чтобы уничтожить давлеющую над человеком власть смерти. Но для этого есть одно условие. Нужно соблюсти Слово Божие. Казалось бы, что может быть проще? Просто живи в соответствии с Законом Божьим, и все, ты станешь бессмертным. Но не все так просто. После того, как совершили первородный грех наши прародители Адам и Ева, грех настолько въелся в человеческую природу, что даже самые великие праведники Ветхого Завета не могли от него избавиться и всю свою жизнь проводили под его тяжестью. Святой Апостол Павел очень хорошо описывает влияние греха на природу человека до пришествия Христа Спасителя. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Слова Христа о возможности вечной жизни возмутили иудеев. Иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Такими словами иудеи показывают, что сказанное Христом им представляется безрассудным. По их мнению, если даже Авраам, отец всех верующих, как его называет Писание, при всех его заслугах пред Богом умер, то как простые люди могут не умереть, если только будут соблюдать слова неизвестного им проповедника? Не слишком ли много он берет на себя? Человеческому разуму это непонятно, непостижимо, а верою принять сей факт иудеи не желали. И такое непонимание и неприятие слов Христа Спасителя в сочетании с ненавистью и злобой по отношению к Нему приводит иудеев в еще большее возмущение. Какой-то сын плотника из Назарета ставит себя не только выше многоуважаемых современных духовных вождей Израиля, но даже и выше правца всего иудейского народа. Послепленные гневом иудеи не поняли, что обещание Христа, верующим в Него избежать смерти, относится вовсе не к бессмертию в земной жизни, а другому бессмертию, которая выше и важнее для человека. Бессмертию винобытии. Святитель Лука Крымский замечает, есть две смерти, первая и вторая. Первая – это смерть, которая неизбежно постигает каждого человека, это смерть естественная. А вторая смерть неизмеримо более страшная, чем смерть первая. Это смерть вечная, духовная, на которую обрекут себя грешники. Именно об этой второй смерти говорит Христос иудеям. Но они, как всегда, ожесточили свои сердца и не захотели услышать Слово Божье. То, что предвидели и чего так ожидали Авраам и прочие ветхозаветные праведники, сбылось, однако те, кто именует себя потомками Авраама, этого, к сожалению, не приняли. В связи с этим Господь и говорит иудеям, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». По словам святителя Кирилла Александрийского, Авраам чаял пришествие Мессии, потому что такое чаяние было самым желанным для ветхозаветного праведника. И Господь дал ему возможность увидеть его день посредством прообразовательного принесения в жертву сына Исаака. Ведь жертва Исаака – это и есть прообраз жертвы Христа. Данные слова опять остались непонятными для иудеев в ответ возразивших Христу. «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» Тогда святитель прямо указал иудеям на свое предвечное бытие. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Многие толкователи, рассуждая над тем, почему Господь говорит «не я был, а я есть», замечают, слово «есмь» указывает на вечность и пресносущность бытия, независимо от какого-либо времени. Такое выражение свойственно только одному существу – Богу. И иудеи поняли, о чем сказал Христос. Они поняли, что такими словами Он фактически признал свое божественное достоинство. И это вызвало крайнее возмущение иудеевы, которые в порыве гнева уже взяли камни и хотели побить имя Христа за то, что Он называет Себя Богом. Однако Христос, как гласит Евангелие, скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Святитель Иоанн Златоуст спрашивает, почему Господь, видя опасность от иудеев, не уничтожил их? Ведь в таком случае, быть может, еще более народа уверовало бы в Него. И сам же святитель отвечает на этот вопрос. Нет, не уверовали бы. Иудеи были свидетелями исцеления расслабленного и не уверовали. Христос совершил множество иных чудес, и это также не подвигло иудеев к вере во Христа. При этом, по мысли святителя Иоанна Златоуста, главной причиной неверия иудеев было не недостаточное количество чудес Христа, а их собственное ожесточение. И здесь святитель приводит в пример египетского фараона, который по своему ожесточению никак не желал отпустить евреев из Египта, несмотря на те ужасные знамени и казни, постигшие весь Египет. Христос не желает смерти ожесточившихся иудеев, желавших убить Его самого. Он приходит не для того, чтобы погубить, но наоборот, чтобы спасти каждого человека, если только сам человек захочет своего спасения. Помня об этом, мы должны стараться никогда не ожесточать свое сердце, но всегда хранить его в чистоте и трезвении, дабы не пропустить тот момент, когда, возможно, сам Бог обратится к нам. Господь, будучи любовью, хочет, чтобы мы пребывали с Ним, а Он в нас. Но у этой любви, к сожалению, есть одно серьезное препятствие – свобода человека. Святые отцы настаивают. Двери ада находятся в сердце человека, и они заперты изнутри. Пока человек не вожелает лицезреть Бога, пока он не захочет приобщиться Ему, до тех пор он будет пребывать в месте вечных мучений вдали от Бога. И это также проявление Божьей любви, которая не хочет притягивать к себе человека насильно. Так пусть же радость от возможности приобщения к Богу озарит наши сердца и наши души и не даст им никогда возможности отступить от Бога.